Свобода в клубах. Проект Радио Свобода и телеканала Настоящее время. Ничего героического. Документальный фильм о диссидентах за успех нашего безнадежного дела. Обсуждают автор фильма Николай Амилетич, журналист агентства Франс Пресс, участница движения диссидентов и фонда помощи политзаключенным Вера Ложкова, сотрудник Международного мемориала Екатерина Мельникова. Ведет программу Елена Фанайлова. Очень важная функция этого фильма в том, что он как раз и дает возможность зрителю это все пропустить через себя и на себя примерить. Вне зависимости от принадлежности к какому-то ниболому поколению. То есть это действует на самом деле на всех. Если первый раз я смотрел на него через какое-то личное свое отношение, то сейчас я, конечно, смотрю на него с точки зрения того, что это очень эффективное высказывание, которое дает возможность... Это очень правильная точка входа вообще в историю диссидентского движения. И она позволяет тем людям, которые совсем про это ничего не знают, к этому подключиться эмоционально. Фильм «За успех нашего безнадежного дела» уже получил два приза на фестивале диктального правозащитного кино «Сталкер». Вообще, я считаю, эту работу выдающейся в том смысле, что она очень методично излагает историю правозащитного движения и в то же время очень эмоционально рассказывает людям, которые, может быть, даже совсем ничего об этом не знают, о том, что происходило за долгие годы существования инакомысля в Советском Союзе, какие люди в этом участвуют, какие-то невероятные эпизоды даже рассказываются в этом кино. Я, собственно, хочу начать с того, чем смысловой и стилистический фильм начинается, а именно эта реплика Сергея Адамовича Ковалева и Людмила Михайловна Алексеевой о том, как люди в это приходили, каким образом это начиналось. Ранней зимой 65-го года, ну, наверное, поздней осенью, мы гуляли с моим приятелем, а в это время уже посадили Синявского и Даниэля. И этот мой друг говорит мне, Сережа, ну, посмотри, что делается, может, надо что-то делать. Я сказал ему так. Понимаешь, Миша, сказал я ему, ну, что можно делать? Вот если была бы такая возможность собрать побольше взрывчатки и прийти с ней вот этот их вонючий дом, где они устраивают свои вонючие съезды, и взорвать их все, черт или иначе. И это было бы решением. Но если бы даже была такая возможность, я не мог бы себе этого позволить, потому что тогда я стал бы точно таким же, как они. И поэтому я честно занимаюсь моей честной наукой. Ну, тогда уже возникает вопрос, а могу я себя уважать? Ну, как, оказывается, нет. Это стыдно, понимаете? Ну, черт возьми, ты мужик же. Ну, уже как-то надо было определяться. Уже тогда многие подписывали эти письма. И встал передо мной этот вопрос. И перейти из людей, которые так думали, в разряд людей, которые так открыто действовали. Откуда такая потрясающая хроника разнообразная? Там же есть хроника и из лагерей тоже, что поражает невероятно. Это чья заслуга? То, что из лагерей, это в основном вот эти баптисты нелегальные. Они очень любили и очень хорошо это делали обычным. И у них были разные бюллетени, которые выходили и в Советском Союзе, и в США. И у них довольно часто появились такие хорошие фотографии в зоне или даже на свидание. Так что просто невероятно, как они тогда успели это делать. Ну, и они успевали. Ну, не только это. Я сам с женой тогда тоже сфотографировал. Ну, и бутырки, и все. Ну, и Ваня Ковалев был с нами, и мы поднимались на крышах. Еще не арестованы. Да. А получилось же так, что вы как только приехали в Москву молодым корреспондентом, вы через две недели уже попали в самую гущу судебного процесса. Алика Гинзбурга судили. Где Гинзбурга судили, да. Мы там, наверное, и познакомились. Вы с Верой познакомились там? Так, да. Еще один вопрос у меня. Вы в титрах пишете, Ковалев биолог, Алексеев историк, значит, Саша Подробинок, фельдшер и так далее, и так далее. Вам было важно вернуть вот людей в это молодое состояние и напомнить нам, кем они были. Для меня это, кстати, всегда дико важно, когда я смотрю биографию кого-то из правозащитников, и всегда интересно, из какой человек среды, кто он по профессии. Ну, да, я не знаю, насколько это для каждого зрителя важно, но мне кажется, что это все-таки маленький детал, который может помочь понять, ну, скажем, для Подробинок, ну, все-таки интересно узнать, что он работал тоже в медицинской сфере, и, может быть, из-за этого он лучше понимал, что значит... Ну, он автор книги «Карательная медицина», об этом вы тоже говорите. Тут вообще две важные фигуры, мне кажется, докторские. Это Семен Глузман, который делал экспертизу по генералу Григоренко, и Саша, который с врачебной точки зрения, значит, рассматривает весь этот миф о карательной медицине, или, ну, точнее сказать, не миф, а реальность. Они разбирают всю эту историю. Их интересовало одно. Григоренко. Экспертиза. Я же не думал, что мне дадут 7 и 3. Я думал, ну, 2-3 года, ну, от силы, потому что времена были бархатные, они изменились вот в 72-м году. А я уже был в тюрьме. И я тогда однажды сказал, ну, хорошо, давайте мне лист бумаги, я напишу заявление. И я написал, что да, я проводил контрэкспертизу исследования, слова уже не помню, по делу генерала Григоренко. Я убедился, что Григоренко психически здоровый человек. Но я категорически отказываюсь рассказывать в источниках получения информации и о том, куда я передал готовый документ. Пока Семен Глузман отбывал 7 лет лагерей и 3 года ссылки, в Москве молодой фельдшер Александр Подробинок создал группу, которая собирала информацию о карательной психиатрии в СССР. В середине 70-х годов практика интернирования диссидентов в психбольнице была очень распространена. Мы начали в конце 76-го года, осенью мы начали попытки собрать людей в эту комиссию, и нас собралось 4 человека, это Вячеслав Бахмин, Феликс Серебров, Ира Каплон и я. В 77-м году я закончил книгу «Карательная медицина». Проблемы с тем, чтобы написать не было. Проблема была с тем, чтобы собрать материал и чтобы спрятать рукопись от возможного обыска. Но я собрал такой материал, куда вошли воспоминания, прежде всего воспоминания людей, диссидентов, которые побывали в психиатрических больницах. Вера училась на режиссера, как я понимаю. Я всегда хотела бы, чтобы писали шофер. Шофер? А расскажите, почему? Ну, потому что это моя профессия. То есть на самом деле? Да, конечно. То есть не только секретарь, которая работала с Гинсбургом и Голландском, работала в Московской хестерской группе и в фонде Солженицына. Ну, это не важно. Во-первых, это моя профессия, которую я очень любила и которая меня долго кормила. Вы в такси работали? Нет, в такси никогда нет. Я водила грузовые машины. Вот это да. Куда вы ездили, Вера? То есть что вы водили? Куда путевку давали? А, что я возила? Начинала я с... Такая была колонна, которая обслуживала аптеки, может быть, какие-то небольшие киоски, какие-то грузы я возила. Это был маленький грузовой такой пикапчик. Это какие годы? Это вот сразу после тюрьмы. Я только хотела сказать, то, что вы были в тюрьме, это как-то не... Работодателя не смущало? Или нельзя было допускать только до интеллектуальной деятельности молодой женщины? Нет, были сложности, потому что у меня не было права жить в Москве и не было, соответственно, то, что называлось пропиской тогда. А без прописки никуда не брали. Но у меня бывший зэк, Гарик такой был, воркутинский зэк, который имел какие-то связи, устроил в школу, чтобы учиться на шофера. Вот. Без паспорта, без документов. Более того, когда я заканчивала эту школу, надо было получать права, для этого тоже нужны были документы. Но как-то это все вот преодолелось, я получила права и стала работать сразу. Я очень любила эту работу. Ну, это, конечно, я... Вообще, я люблю это просто, это состояние, вот быть шофером. И до сих пор я люблю водить машину. Замечательно. И при этом Вера Осина продолжала быть и правозащитником, да? Ну, правозащитником это уже не профессия. Состояние души. Состояние души. Так, нормально. А вот люди по шоферскому цеху, ваши товарищи, они знали, чем вы занимаетесь? Нет. Нет. Нет, не знали. Более того, меня уволили, потому что я, как сказать, ну, я не вписывалась в коллектив. И когда надо было подписывать какие-то обязательства... Коммунистические? Ну, какие-то. Или социалистические. Социалистические. Сэкономить сколько-то бензина, еще что-то больше, лучше, выше. То я в издевательском каком-то стиле написала, что я обязуюсь, но я не помню, какую-то фантастическую цифру бензина сократить. И они считали, что это издевка. Все понятно. Это просто подробина, который закурил на лицо судьям. Вот так они себя вели, ясно. Ну, что-то... Какое-то противостояние внутренней фальши это было. Это же фальшивые бумажки все было. Я обязуюсь. Ну, сплошь фальшивка была. И такое состояние, ну, вот противопоставить этой фальше вот такую вот вызывающую цифру. Тоже фальшивую. На фальш фальш. Кать, у вас какие-то вопросы, какие-то чувства после этого фильма есть? Вот насколько... Я не знаю, может быть, это как-то напоминает вам ваше поколение и ваших друзей, которые участвуют в протестном движении и как-то даже находятся в тюрьме. Я не побоюсь этого слова. Более того, у меня есть друзья, которые, к сожалению, сидят по 20 лет за условный экстремизм, как его называют. Это мои друзья крымские татары. О которых в фильме тоже идет речь. Да, но они сейчас немножко, я думаю, поговорим об этом чуть побольше, немножко переформатировали свою протестную деятельность, скажем так. Но для меня, во-первых, фильм, правда, чудесный. Я очень благодарна за него. Я очень люблю... Я считаю, что в нем вот соотношение ума и сердца просто идеально. просто баланс. И мне показалось очень правильным, что там какая-то вот эта сплетенная мозаика, которая показывает всю канву, вот эту историю, которая происходит, она тянет. Несмотря на то, что там довольно немного персонали, упоминается, или не говорится, а упоминается. Вообще-то 16 человек там. упоминается. В смысле, из всего движения, как бы, это создается впечатление, что это общая масса людей, которая очень была сплочена и работала вместе, что в целом действительно так. И для меня это очень приятно. Я очень люблю сама с ними разговаривать. Я очень благодарна за возможность моей работы. Я сама работаю в архиве инкомыслие, поэтому эти люди, я каждый день работаю с документами, с документами о вас, с упоминаниями о вас, Сергея Адамовича документами, архивами. Это все очень близко мне самой, но, к сожалению, у меня все-таки складывается впечатление, что есть колоссальная разница между тем, что, какой сейчас протест, по внутренним ощущениям, мне все-таки кажется, что в диссидентском движении, возможно, я его романтизирую несколько. Возможно, как бы это мое представление, потому что я смотрю на него через года и смотрю на него как исследователя, а не как непосредственный участник. У нас сейчас есть потрясающее правозащитное движение, которое более институциализировано, чем было в диссидентстве, и более структурировано. И я безумно просто восхищаюсь людьми, которые ездят в горячие точки, которые собирают передачки, которые, ну, в общем, работают с правозащитой, которые ездят в судах, и я иногда тоже принимаю участие. Протестное движение, которое сейчас существует, мне оно кажется немножко неосмысленным, если честно, но не в общей массе, а есть определенные круги, которые не рефлексируют над тем, что было. То есть они протестуют против происходящего, не учитывая опыт прошлого. Это, ну, как бы непроговоренный ужасы Советского Союза, это КГБшники, которые стали ФСБшниками и просто перешли из одного подразделения в другое. Когда в Перестройку был довольно большой период обсуждения репрессий и разговор о памятнике, и мемориал, который тогда поставил памятник, тогда еще почти не будучи мемориалом, и государство, которое сказало, что они тоже поставят памятник, но в итоге это не сделали тогда. Разговор об этом шел, но дальше как-то все это угасло и стало каким-то местечковым, местечковой проблемой, к сожалению, вся память о репрессиях. И мне кажется, это очень большая проблема, что многие слышат это впервые и очень сильно удивляются. Катя, я тут немножко с вами поспорю, потому что все-таки в прошедшем году открылся памятник на проспекте Академика Сахарова, на который, на минуточку, на открытие его приезжал Владимир Иванович Путин. То есть, что означает, что глава государства считает достойным все-таки вот эту линию разговора о памяти, о репрессиях и так далее, только все это приобретает несколько какой-то лицемерный характер, я бы сказала, когда власть старается как бы присвоить этот дискурс и одной рукой сажает историка Юрия Дмитриева, главу Корейского мемориала, а другой рукой значит, она вот там говорит, да, да, ребят, нормально, занимайтесь своими архивами, пожалуйста, там, вот, Бога ради. Значит, у нас был Нью-Йорк, мы снимали Юрия Федорова Чарлова, у нас был Киев, где мы снимали Семена Глузмана и Василия Овсиенко, у нас была Рязань, где мы снимали Ростислава Галецкого, в Париже мы снимали Сергея Ходоровича, и в Париже снимал Николя Арину Гинсбург, когда речь шла о фонде помощи полетзаключенным. Отвоевывали каждый сантиметр, каждый год жизни наших героев, потому что очень многие из них уже после съемок в нашем фильме уже ушли из жизни. Это счастье, что мы их запечатлели, что они у нас на экране живые. Речь идет об Александре Лавуте, речь идет о Ростиславе Галецком, речь идет о Наталье Горбаневской, об отце Глебе Якунине, и буквально за несколько дней до премьеры стало известно о том, что умерла Людмила Михайловна Алексеева. Миссия этого фильма в том, чтобы не дать забыть о том, что это было. И миссия этого фильма для молодого поколения рассказать ему о том, как это было, что это были за люди. Я открою небольшой секрет. Дело в том, что в 1978 году 25-летний французский журналист Николай Мелитич приехал работать в Советский Союз, в Москву в качестве корреспондента агентством Франц Пресс. И агентство, слово агентство здесь ключевое, поскольку агентский стиль, он предполагает некую отстраненность и объективность. И зная, как Коля любит этих людей, как он действительно их ценит, уважает, я просто с этим боролась и просила дать его немножечко чувства, немножечко эмоций. Насколько это было возможно, это есть в этом фильме, потому что я надеюсь, что вы понимаете, что это снято с любовью к этим людям. Я сейчас предлагаю прям сразу посмотреть фрагмент, который называется у меня в голове «Помарин». Это Александр Лавут рассказывает, как переправлялись, при помощи каких приспособлений, хитростей переправлялась информация, да, как она хранилась. Вот это зубная паста, заграничная, болгарская, хотя говорится, что курица не птица, в Болгарии не заграница, но все-таки в коробочку упакована. Эта коробочка оказалась идеально подходит по размеру для фотопленки. Мой зять, помню, сделал, значит, кофе. архипелага ГУЛАГа зеркальным фотоаппаратом, вот видите, по две странички. Читать их, конечно, нельзя, но, то есть, можно читать лупы, там, не знаю, увеличитель нужен. Вот. Кино. Когда пришли с Оваском, там много чего взяли. Ну, и так они смотрели разные углы квартиры, но не все. На коробочках с этим, зубной пастой лежала там, где лежали другие такие вещи, там, мыло, и так далее. Ну, поэтому не пришло в голову. Ну, и так она сохранилась. Совершенно феерический дальше рассказ Славута и Сергея Адамовича Ковалева о том, как передавалось, каким экзотическим, но в то же время классическим, зэковским способом, а также военным способом XX века передавались материалы из тюрьмы для хроники текущих событий. Ну, просто народ использовал собственный кишечник для того, чтобы, значит, все эти ценные данные каким-то образом оказались на воле и дошли до сознания современников. А в пермских был такой налаженный способ, очень неаппетитный, теперь он общеизвестен, это через кишечник. Во-первых, должна быть очень тонкая бумага. Вот на этой бумаге надо очень мелким почерком, там, допустим, 20 машинописных страниц вмещаются, когда скатаешь эту бумажку, в очень маленькую пульку такую. Потом эта пулька, ее надо, так сказать, пропустить через кишечник. я один раз проносил таких 8 пулек, ну, не меньше, чем полмесяца, больше, даже, по-моему, 3 недели. Это вот довольно тяжело, между прочим. Ну, потом жена сделает то же самое. Вот такая была почта. А потом это поступало к нам к хроникам. и дальше надо было расшифровать. Тогда очень трудно было. Из-за мелкости почерка, из-за того, что немножко повредил с вами, ваше, да. Я эти произведения, после того, как они были доставлены по такой почте, ни разу не расшифровывал. Говорят, что это было занятие совершенно чудовищное, потому что эту вонь нельзя никак, ничем не устраняется она. Она так навеки с этими листочками так она и осталась. В фильме есть несколько подобных эпизодов, которые на чувственном уровне очень цепляют зрителя. Вот из-за такого ты запоминаешь, что происходило с людьми, ты можешь себя поставить на их место. В частности, есть совершенно потрясающий тоже эпизод, связанный с хроникой, это то, как по недосмотру администрации была организована пятиминутная зэковская передача, которую устроил Алик Гинсбург, поскольку он был великим русским умельцем народным. И из магнитофона, который ему дали на починку, он создал собственное записывающее устройство, и фантастическим образом чтение стихов Юлием Даниэлем оказалось вообще на американском телевидении. Такая история, опять же, про хулиганов, про людей, которые остаются свободными даже в самых, мне кажется, ужасных условиях. И еще раз говорю, это то, что эмоционально зрители вашего фильма Николай очень привязывает к этому кино. Конечно, перекличек довольно много, хотя надо понимать, что фильм делался с 2012 года, то есть ситуация менялась одновременно с тем, как фильм создавался. Конечно, это не построено напрямую, на перекличках, потому что тогда были бы интервью с теми же эговистами. С другой стороны, сама ситуация сейчас несколько иная. Например, существование прозащитных организаций возможно. Да, им нелегко, но тем не менее. Мне кажется, что тут важно и универсальное действительно поведение людей, которые не хотят мириться, и это не вопрос политических идей, и не вопрос политического режима. Это просто выбор, который делают люди помогать или помогать своим друзьям. Мириться или не мириться с несправедливостью. Что делать, если газеты пишут какие-то совершенно безумные статьи, плевают грязью людей, про которые понимают, что этого точно не было. И те ответы, которые звучат в фильме, они, конечно, важны и довольно точны, начиная с ответа Сергея Адамовича Ковалева. Когда он говорит, дело же не в эффективность, тогда будут таким же, как они, если я буду использовать насилие. И в этом плане, как люди могли в том числе использовать ненасилие в тех условиях, когда кажется, что просто только автомат и на Кремль. Это тоже важно. Можно удерживаться от радикализации. И можно продолжать и в этих условиях жить и чувствовать себя человеком, уважать себя. Веру Юстин, вы хотели спросить у Катерины что-то о современном протестном движении. Я хотела спросить. Непрерывность поколения нас интересует. Мне интересно, какова, выражаясь современным языком, душевная составляющая или это работа? Довольно сложно говорить за всех. Вот сколько я разговаривала с разными диссидентами, мне всегда очень... Старшего поколения вы имеете? как называет Александр Юрьевич Даниэль классической эпохи. Меня всегда очень воодушевляло и радовало, что всегда произносится фраза, которая очень перекликается с каким-то моим осознанием, почему нужно этим заниматься, осознанием моих самых близких людей. Это первый раз я услышала от Ковалева, когда он сказал, что я просто не мог иначе. Я понимал, что я просто буду свиньей, если я сейчас буду заниматься наукой ничем больше. То есть толчком всегда было личное участие? Мне кажется, да, я могу отвечать. Сейчас я не знаю. Я думаю, что тоже да, мне хочется в это верить, и по крайней мере я могу отвечать за себя и за какой-то свой круг общения, что это действительно так. ощущение непереносимости для себя этой ситуации в фильме. Вы все об этом много раз говорите. Эта ситуация лично непереносимая. В этом нет никакого героизма. Тоже постоянный рефрен там. Нет никакого героизма. Я держусь за голову и начинаю смеяться, когда люди, которые прошли такое, отсидели столько, прошли такие испытания, говорят, да какие мы герои. Вы много знаете людей, которые, так сказать, готовы пойти в тюрьму потому, что хотят поступать так, как они считают правильным. Ведь в этом дело. Ну, ведь по этому принципу жили эти самые диссиденты. На самом деле наш мир устроен был очень просто. Были люди, которые готовы были расплатиться тюремным сроком за такую эфемерную вещь, как самоуважение, а были те, которые не готовы были это сделать. Вот и все. И это у меня нет к ним претензий. Человек слаб по натуре. понимаете, когда человек хочет дышать так, как ему подсказывает совесть, разве это героизм? Это нормально? Просто планка допустимого и разрешенного в то время была очень низка. поэтому люди, которые поднимались выше этой планки, считались людьми необыкновенными или героями. На самом деле это нормальные люди. Просто в какой-то момент находили силы поступить в согласии с собственной совестью. Ну, посмотри на меня, какой я герой? относительно этого тоста за успех нашего безнадежного дела. Это, по-моему, очень хороший тост в том смысле, что он коротко выражает общее, ну, довольно общее отношение к тому времени, когда мы собирались на кухнях и собирались в тюрьму. Мы же все знали, что будем сидеть. Все, произносившие этот тост или поддерживавшие его, все они примерно так и думали, что в близкое время ничего не произойдет. Мне кажется, еще большая разница с таким диссидентским движением, что я бы не сказала, что у нас вот, насколько я понимаю, насколько я работаю с диссидентской эпохой, все-таки было очень много таких, грубо говоря, не закухонных разговоров, каких-то кулуарных встреч, каких-то таких бытовых пересечений, когда люди собирались и о чем-то таком разговаривали. Увы, у нас этого меньше, я честно могу сказать. У нас эта рефлексия происходит, я бы сказала, грубо в соцсетях, то есть мы чаще об этом общаемся в сети, чем встречаемся. Но, безусловно, разговоров много о том, почему так происходит, почему люди не реагируют. И наша главная проблема, это, мне кажется, вообще сейчас очень большая проблема не в том, что информация не поступает к людям, что есть какой-то блок, а проблема в том, что люди не хотят видеть эту информацию. то есть это проблема, с которой иногда ничего не изменилось. Ну, слушайте, я хотела сказать, а в Советском Союзе не так, что ли, было? Кто имел уши, тот слышал. Свобода в клубах или ничего героического за успех нашего безнадежного дела? Документальный фильм Николя Милетича ведет программу Елена Фанайко. Когда мы работали с Николаем, мы достаточно долго прибирались, я, во всяком случае, прибирался, мне все время казалось, что мы рассказываем очень просто, слишком просто, что это, в общем, гораздо более сложные материи, которые надо рассказывать иначе. Коля говорит, не надо, не надо. И он, в общем, был абсолютно прав, потому что, например, в предыдущем показе было несколько молодых особ хорошо обученных аспирант философского института, 30-летняя барышня. И было там довольно много его слушаний, кто из них не знает, кто такой синевский дни. Это никакая не антиклопедия, это не для вас, потому что в основном люди здесь знают, зачем за тричь или участвовали просто-напросто. Значит, это было просто для людей, которые или на западе, или здесь, просто не имеют никакого представления, потому что, ну как, вот уже я сказал, кто такой синевский Даниэл, уже никто не знает. это, и мне как-то показалось, что вот рассказать эту историю, это интересно не только потому, что вот это, ну скажем, моя юность, вот мои друзья и так далее. Нет, ну просто их пример может служить и сегодня, и завтра, и послезавтра, и в этой стране, и в других странах, потому что, к сожалению, это не специфика России. и вот значит, это имеет какое-то, по-моему, какое-то ну, какое-то универсальное значение. Слишком много параллелей в советском времени с тем, что происходит сейчас. Вот смотрите, у вас там в фильме, допустим, есть истории про религиозное диссидентство. Пожалуйста, сейчас истории Хизбут-Тахрир, истории крымских татар, свидетелей Ягувы и так далее. Значит, в фильме есть про карательную медицину. Сейчас, пожалуйста, болотников сажали по таким же делам. Значит, есть национальные накомыслия. Вашими героями являются еврейские диссиденты, украинские диссиденты, крымские татары. Пожалуйста, то есть все, что весь, так сказать, спектр, как мне кажется, ну, я не знаю, если не представлен, то очень близкие параллели можно отыскать. Вчера только посмотрела фильм и рефлексировала над тем, как, что изменилось, что принципиально по-другому. И мне кажется, во многом, раньше это как-то, ну, то есть, там, антисоветские высказывания, да, то есть, это прямо была статья, и мне кажется, сопереживать этому простому человеку, который не имеет отношения к диссидентскому или протестному движению, было проще, потому что сейчас тебе говорят, это экстремист, он может быть террористом, он может заложить бомбу, он может, он нарушает, он может повлиять на твою безопасность. Ты говоришь, что этот человек вышел на акцию, просто сказал против, тебе говорят, нет, он ударил сотрудника, или он готовил бомбу, нашли отпечатки, и человеку не хочется разбираться, скорее всего, в этом, у него есть своя жизнь, семья, друзья, если политика и гражданское мнение не входят в его поле зрения, он вряд ли захочет в этом глубоко копаться. Крымские тары это самая сложная тема, которая сейчас, наверное, существует на наиск, потому что люди, во-первых, Крым наш, у всех, у многих. Сколько я не пыталась говорить, вот реакция вот ровно такая, ты что, с ума сошла, кто их там преследует? То есть люди просто, опять, не знают, какое количество процессов и не хотят знать, конечно. И все, во-первых, в Крыму действительно люди, которые живут в Крыму, очень плохо реагируют на крымских татар до сих пор. Они до сих пор как вот... Они считаются бунтовщиками? Они считаются людьми, которые рано или поздно могут поднять оружие и забрать дома. То есть у них же в 1944 году были отняты дома, когда их депортировали, и все очень ждут, что они сейчас пойдут с оружием отнимать дома. Так они уже забрали все, что могли. Да, то есть как бы, ну, во-первых, это их дома. Ну, совершенно верно, это их земля, их дома, и они уже взяли все, что могли, когда возвращались туда в начале 90-х. Конечно. И во-вторых, ну, не знаю, я много слышала оскорблений связанных с национальностью, что они черные, такой вот такой шевинизм ужасный. Да, да. И когда объясняешь людям, что вот они просто вышли на митинг, они не террористы, они не готовили никакой бомбы, они обычные люди, и их судят как политических, мне говорят, Кать, ты что, ты защищаешь террористов. Я предлагаю посмотреть еще один фрагмент из фильма, который тоже перекликает с очень современной историей, это национальные диссиденты. Я стал студентом Киевского университета имени Тараса Черченко факультет филологии украинского языка и литературы в 67-м году. А уже весной 68-го года преподаватель университета мне дал фотопленку со статьей Ивана Дзюбы «Интернационализм чарусификация». Я сам делал отпечатки этой книги Ивана Дзюбы. Ну, мой вклад был не очень большой, но я давал многим студентам эти статьи, которые ходили по рукам. Я, скажем, получал на несколько дней, я продумывал, вот дам этому, а тот даст тому, тот тому, тот тому, в такой цепочке. И бывало иногда так, что тот экземпляр, который я запускал, попадал ко мне. Но я же не признавался, что я его запустил. Так что такая конспирация была. За распространение сам издата Овсиенко получил свой первый срок. Когда он попал в лагерь, ему было 23 года. Первый год Мордовии мне дал больше, чем пять лет Киевского университета. Это было прозрение, просветление. Ну, я там стал настоящим антисоветчиком и антикоммунистом. Так что спасибо, послали меня в Мордовию на четыре года. И там среда была такая, которую на свободе приходилось искать с риском, что попадешь на провокатора. А там самые лучшие люди были там собраны. Общие сложности он провел в советских лагерях 13 лет. Такая мысль была, что Украина все равно будет свободной, но уже без нас. И все-таки Украина стала свободной при нем, или становится свободной при жизни. И еще один совершенно замечательный персонаж фильма, тоже прям очень хочу посмотреть, это Иосиф Бегун. В Советском Союзе все евреи, как нас называли граждане еврейской национальности, мы были евреями только по формальным вот этим признакам записи в паспорте и в отделе кадров. Как можно серьезно говорить о том, что ты еврей, если ты вообще ничего не знаешь, что это такое? Если ты не имеешь представления ни об истории, ни о культуре, ни о прошлом, даже не о настоящем своего народа, потому что за железным занавесом мы ничего не знали, что происходит в мире. Но тут случилась шестидневная война, которая действительно дала большой заряд национального такого самоощущения, самоуважения, вот, и большого желания все-таки уже теперь вырваться за пределы этой страны. Советские граждане не могли свободно выезжать за границу. Поэтому количество евреев, которым разрешали покинуть Советский Союз, зависело от политического и экономического давления Запада. Многим отказывали в праве уехать из страны. Их называли отказниками. Ну, я стал отказник. Подавая документ в АВИР с заявлением о выезде в Израиль, вы не знали, чем это кончится. Прежде всего, это обязательно влекло собой увольнение с работы. Но тогда, значит, если ты оказывался безработан, над тобой нависал Дамоклов Мич обвинением в паразитическом существовании, что, кстати, со мной и произошло, в конце концов. Потом, все-таки, многие, оказавшись в отказе, они начинали как-то, что называется, бороться за выезд. То есть, какие-то подписывали петиции коллективные, какие-то иногда устраивали такие акции показательные, типа демонстрации, куда-то, скажем, коллективно пойти в ЦК. Скажем, люди даже выходили на демонстрацию. Понимаю, что их схватит через полтора минуты. За мечту уехать в Израиль Иосиф Бегун заплатил семнадцатью годами пребывания в отказе и из них двенадцатью в заключении. Когда во время перестройки он вышел на свободу и вернулся в Москву, его встречали как героя. Меня, например, очень поразила история религиозного диссидента адвентиста седьмого дня Ростислава Галецкого. Вот можете о нем чуть-чуть сказать. Он тоже ушел недавно, он недавно умер, да, я правильно понимаю, он жил в Рязани. Как вы вообще встретились с этим человеком? Ну, я познакомился с Ростиславом, тогда он был Вася, ты помнишь? Вася? Да, да. У меня имя? Нет фамилии, это да. Мы у Арины Гиннсбурга, естественно, познакомились. Если правильно помню, вот я несколько раз принес Арине вот эти русские-русские разговорники, вот, и она мне написала так, что вот, ну, тебе будет интересно познакомиться с этим человеком. со мной спросила, кто он такой? Потому что он был уже в розыске тогда во Всесоюзе. И она мне написала, что вот он один из руководителей верных и свободных адвентистов 7-го ряда, значит, подполных. Ну, я ему написал, что вот я такой и сякой, ну, как с вами контактировать? Где вас найти? Где вы живете? И он что-то написал, типа, ну, я живу по всей России. Звучит замечательно, но для контакта невозможно. Потом мы как-то договорились, ну, какой-то был смешной детский код, чтобы по телефону я понял, как, когда можно с ним встречаться и где-то. Ну, да, там же по телефону еще нельзя было ничего обсуждать, нужно было только лично встречаться. И у него голос такой, что сразу понятно, кто говорит. У него все-таки такой довольно специфический. Ну, и акцент тоже. Да, акцент был. Ну, у нас были так разные встречи, он, конечно, хотел, чтобы какие-то документы отправлялись на Запад. Мне было 25 лет, когда первый раз я приехал в Советский Союз работать корреспондентом агенства «Франс Пресс». Две недели спустя я уже был в Калуге, где начался судно на Линком Гинзбургом. И это была очень хорошая возможность абсолютно со всеми познакомиться. От Андрея Дмитриевича до Елены Георгиевны Боннера, ну, там, Малва Ланда, ну, все не перечислят, ну, очень много людей. Ну, Арина, естественно, на Гинзбурге. Ну, и, конечно, вот я думал, что нормально, вот у меня такой паспорт, я могу что-то делать, то, что не все могут делать, и, значит, ну, если можно как-то помочь, вот, ну, надо это делать. Все продолжалось три года с Хостиком, потом меня выгнали, как лютий враг Советского Союза. Лев Регельсон, Виктор Капитанчук, вот, на суде говорили, что вот я им отдал антисоветскую литературу, что было очень, я это прочитал по ТАССу, я сидел, я помню, в офисе и читаю, что вот такой ужасный Николай Милевич я отдавал. Я с этими людьми абсолютно ничего такого криминалов не делал, абсолютно ничего. А с другими людьми действительно были разные такие подрывные, как говорили тогда, деятельности, но эти люди ничего такого не говорили. Потом вот меня выгнали, меня наказали в Париже, я сидел там довольно долго, чтобы меня, чтобы я понял, как надо себя вести. Ну, потом я работал долго в Югославии, оттуда меня тоже выгнали, но это по другому причине, тоже недоразумение. И потом я вернулся уже так в Россию, уже вот работать тоже для агенства Франс Пресс. был такой посол Испании тогда, большой друг Франко, значит, такой, ну, нормально, такая большая испанская семья, все, и приехал в Советский Союз не только работать послом Испании, но одновременно он как начальник или председатель Международного Олимпийского комитета, он в Москве занимался тем, что подготовить Московскую Олимпиаду, и от него в основном зависло, он скажет, да, можно это организовать в Москве или нет. Значит, этот человек, было понятно, что этому человеку было возможно абсолютно все. И что никто еще проверять его не будет. Он может сделать все, что угодно, он не виноват, потому что от него так много всего зависит. И поэтому, когда я понял, что вот это моя приятельница, которая работает личным помощником, сама раньше сразу согласилась взять эту и говорит, что я сама все его влеющие в чемодане, когда мы из Москвы улетаем, и потом я в Мадриде тоже сама открываю. он даже чемоданом не занимался, он не знал, что происходит. он все-таки посоль испании, великий человек, не будет он заниматься. Такой, как собственные майки там укладывают, и книжки. И это, конечно, был довольно безопасный способ, потому что с этим человеком он мог бы это открыто взять с собой, никто ничего не сказал бы. Так что вот так получилось. в фильме вы структурируете не только, так сказать, историю, не только московскую хельсинскую группу, упоминаете фонд помощи заключенным Солженицына и хронику текущих событий и так далее, вы структурируете еще такую вещь, как арест, пытки и этап. И вот это самое страшное, что я пережил и не только этапы. Ни один карцер не может сравняться. Когда в Харьков меня везли в пересылке, в купе было ну, типа купе 16 человек. Но это еще не чемпионы были. Причем тут же они варят чай, тут же один пускает себе кровь. Когда перевезли в Свердловск, огромный этап был собаки, минус 50 наружная температура и море этих зэков сели в снег. 50 градусов такой мороз. Но мороз я уже не чувствую, мне просто страшно, что это. То есть я вспоминаю советские фильмы о концлагерях немецких. Александр Подробинок был отправлен в ссылку в поселок Аймекон в Восточной Сибири за 5 тысяч километров от Москвы. Я должен сказать, что КГБ здесь проявило некоторый такой свойственный им юмор. Они выбрали самое холодное место на планете, полюс холода северного полушария. Такая была такая шутка. После ссылки Подробинока снова арестовали и приговорили к 3,5 годам лагерей. Большую часть срока он провел в карцере. Самое тяжелое это холод. Это холод. К голоду желудок привыкает. К холоду невозможно привыкнуть. самое трудное. Организм начинает угасать. Ты перестаешь двигаться. Впадаешь в оцепенение от холода. Они меня пытались сломать таким образом. Я весил 40 с чем-то килограмм кости и кожи и тогда вот заболел туберкулезом чахоткой. Чтобы сломать диссидентов в местах заключения использовались разные способы. Лишение свидания с родственниками, запрет на переписку, холод, голод и особенно помещение в карцер, где кормили раз в два дня. Чуть-чуть кажется больше 50 килограмм весил после этапа и после 30 суток ШИЗО. Вы знаете, надо сказать, что ГБ при этом играло всегда. Но играло в каком смысле? То есть оно всегда давало понять, что если вы сломаетесь, ну как, ну дайте обещание что-нибудь ничем заниматься, ну подпишите. Или идеально, конечно, вы напишите какую-нибудь статью, обличающую ваших друзей, например, и признаете, что вы вообще тайный агент ЦРУ, это вообще идеально. И вдруг, так сказать, меня вызывает это КГБ, обычно, так сказать, из карцера не вызывают никуда. Взывают из камеры, приводят, АГБист, и он дает мне письмо, что это вообще не запрета, в карцере не полагается ни писем, ничего. Это письмо от моей жены, где она пишет, как они таскуют по мне, и, значит, фото, она в Крыму с моим сыном, так сказать, Дмитрием, которым тогда было года 4, стоят там по колено в море, такие печальные, и, как бы, письмо даете вот эти фотографии, все от вас зависти. Хотите, сегодня, но сегодня не успеете, так сказать, на завтра вы уже будете с ним. Когда меня после обыска привезли на Лубянку и ввели в этот особняк, который сейчас уже не занимает управление КГБ, и задали вопрос, ну, какой-то очень простой, но знаком ли я с Голландском и с Гинсбургом, ну, я не помню. Вот, ну, я, конечно, сказала, нет, гордо, ночь была глухая, я так устала, ужасно. И тогда мне этот человек, какой-то очень крупный чин сказал, ну, тогда придется ехать в тюрьму. Я сказала, ну, хорошо, в тюрьму, так в тюрьму. То есть это не было совершенно каким-то геройством, позой, да нет. Ну, понятно было, что это увенчается тюрьмой, и понятно было, что другого и не может быть, но это не было, в общем, страшно. В общем, не было страшно. Говорится в течение фильма о том, что поколение вот инакомыслящих, классических, скажем так, оно понимало, что рано или поздно люди окажутся в тюрьме. Мы это знали. Молодые сейчас... Я думаю, ну, у нас скорее абсолютно, как бы, любой человек, который более-менее плотно занимается оппозицией, хоть раз, но попадал на административный срок. Я в том числе. Ответ исчерпывающий. Ответ исчерпывающий. Более того, некоторые даже с удовольствием постят фотки в Фейсбуке и в Инстаграме. Вопрос и тогда, когда я приехала в Советский Союз, был такой, почему эти люди этим занимаются? Они знают, как это все кончится, что их двигает, какая сила. Ну, я тогда много всего читал, но это было в Париже, это далеко, а здесь вот после Калуги вот все эти люди были, живые люди. Вот, Вера, Арина. Андрей стыдно. Нельзя так жить. Ну, да, нельзя так жить. А ты знаешь, если нельзя так жить, ты знаешь, какие последствия. Если рассуждать об истории, то для меня все, что мы увидели в этом фильме, это не история, это современность. Это огромный кусок современной политической истории, истории тоталитаризма 20 века, который переходит в век 21, как сказал один из героев этого фильма, религиозный диссидент, ничто никуда не уходит. Спецслужбы не изменят свои методы, и когда-то репрессии вернутся. Я не хочу быть дурным пророком, но я думаю, что опыт классического диссидентства крайне важен сейчас для молодых людей, которые вступают в зону инакомыслия. А таких людей очень много, и опыт старших товарищей мог бы им пригодиться. На радио Свобода и телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали программу «Свобода в клубах». Ничего героического. Документальный фильм о диссидентах за успех нашего безнадежного дела. Участвовали автор фильма журналист агентства «Франс Пресс» Николай Милетич, участница движения диссидентов и фонда помощи политзаключенным Вера Ложкова, сотрудник Международного мемориала Екатерина Мельникова. Программа вела Елена Фанайлова.